Против нас возбудил Следственный комитет, уголовное дело. Закапала себе глаза клеем. У меня просто челюсть отваливается. Она там чуть ли не в реанимации, она в больнице, короче. Она ослепла. Она ослепла, вы за это поплатитесь. Это мы сделали. Народ, да это просто развод, а не аферисты вообще. Вот мразота. Бух, Следственный комитет, салон, о боже. Я его уже ненавижу. Медики и художники. Это было самое ужасное время в моей жизни по обучению мастеров. Головой в навоз. Ба! Вот этот третий этаж, с которого, в общем-то, начался рост наш, где работали первые наши мастера. Здесь сейчас ремонт. Вот зеленый цвет этот, я его уже ненавижу, но он мне очень нравился. Раньше он был моим любимым цветом. И это было первое место, куда мы нанимали дизайнера. Он делал нам дизайн-проект для помещения под школу. Прям все продумывал, прорисовывал. Вот. И это первое место, где случилась вот та самая катастрофа, которую мы вам хотели рассказать. В прошлой серии мы рассказали про то, как мы использовали купонаторы для того, чтобы привлечь первых клиентов. Если вы не смотрели эту серию, она вот здесь, по ссылке вы смотрите на ютубе. Если вы не на ютубе, обязательно перейдите на ютуб, подпишитесь, поставьте колоколец. Ну, елки-палки, чего случить вы знаете. Так вот, в прошлой серии мы рассказали, как мы привлекали первых клиентов через купоны и как мы за это жестоко поплатились. Поплатились мы, в принципе, тем, что против нас возбудил следственный комитет уголовное дело. И Лена расскажет сейчас подробности, как мы дошли до жизни такой. Так что же произошло? У нас, в нашей студии, в мою причем смену, при мне случился ожог роговицы у модели, которая пришла по купону из Беглеона. Ей этот купон подарил супруг на день рождения, по-моему, что ли. Это потом мы уже узнали. Я помню даже её имя Оксана Соловьёва. Оно врезалось мне. Была обычная процедура. Клиент был из Беглеона. То есть, ей подарил её супруг за 1000 рублей процедуру на день рождения. Вообще, красавчик, кстати. Она была, по сути, моделью, потому что мастер Надежды Чурковой, она нарабатывала, условно, свою портфолио. Набивала руку. Она всё ещё продолжала обучаться. Но уже она самостоятельно делала давно процедуры. Я работала рядом. И в конце процедуры она меня позвала. Просто говорит, я не пойму, смотри, у неё зрачки разного размера. И ей немножко мутно. Я, да, подошла, увидела разного размера зрачки. Я понимаю, что это ненормально. И промыла глаза сразу. И мы посадили её ждать, что же, ну, как бы мы не могли её отпустить сразу. Потому что надо было посмотреть, как поведут себя её глаза, как она сама. Потому что я переживала. И такое я вообще первый раз увидела сама. Она сказала, что ничего не видит. Нет, она не сказала, что она ничего не видит. Она сказала, что она видит мутно. То есть, она не может, как бы, как в пелене всё. Да. И у неё были белые глаза, белая кожа. То есть, вообще ничего, кроме того, что зрачки разного размера. Я ей струйно промыла всё. Мы посадили. Она пьёт чай. Я закончила своё. Пришёл ты за мной. Помнишь? Рядом ты был. У нас всегда висели камеры. Уже на тот момент они все всегда работали. То есть, она сидела, ждала. Минут сорок, пила чай. Мы с ней общались. Всё было хорошо. И она постоянно доставала какую-то бумажку, на ней проверяла. Видит она, не видит. И в очередной раз. Я прям очень хорошо помню это. Она достала бумажку и говорит, о, всё. Я вижу, всё нормально. То есть, ей попала в глаза анестезия, скорее всего. Там зрачки расширились. Какая-то реакция была. Анестетики были у нас три на тот момент. Это была тоже с форума взятая анестезия F&E. Я, честно говоря, даже не знаю её производителя. Наверное, может быть, как и большинство крепких анестетиков, это был Китай. Это была первичная анестезия. Вторичная анестезия была коктейль, потому что мы уже давно им работали и до сих пор им работаем. И в процессе, чтобы клиенту было максимально комфортно, мы капали алкаин в глаз. Тоже это всё я взяла с форума, не сама. И это для того, чтобы максимально комфортно было, не больно вообще никак. И это была большая ошибка, потому что алкаин обезболивает глаз изнутри. Если попала первичная анестезия в глаз, то есть мастер плохо промыл, а она, скорее всего, так и сделала. Она недостаточно хорошо перед началом того, как она начнёт работать иглой на коже, она недостаточно хорошо смыла анестезию первичную. Её часть попала со слезой в глаз и вызвала раздражение, скорее даже, не ожог, потому что зрачки были расширены не сильно, глаза были белые. И она сидела у нас после процедуры реально минут 40, а то и час. Он пришёл за мной, мы её не отпускали, пока она не сказала, что видит хорошо. То есть, она… Это сохранилось на камерах? Да, у нас записали камеры, и это всё было у нас, как доказательство потом при разборках. Я это много раз пересказывала, поэтому хорошо помню. И действительно, она ушла абсолютно с нормальными глазами, с розовыми. Мы не стали её фотографировать, вот это была ошибка, потому что не хотелось лишний дискомфорт, потому что очень милая женщина была на самом деле. Вспышка. Да, вспышка большой дискомфорт для глаз причиняет, но она всё спокойно сказала. Я вижу хорошо, прочла что-то там на бумажке. А, это наши рекомендации были. И она собралась и ушла. Всё, мы об этом забыли, ушли домой. И утром он такой, ты помнишь, какой-то зелёный был. Мы так переживали, просто звонит её муж, я не знаю, где он взял твой телефон, или мой. Он где-то взял. То есть, он звонит и говорит, вы сожгли моей жене роговицу. Она там чуть ли не в реанимации, она в больнице, короче. Она ослепла. Она ослепла, вы за это поплатитесь. Я вас там уничтожу, там тролливали. Я не знаю, почему ты меня не взял в больницу. Ну, почему? Я не взял тебя в больницу. Чтобы я не переживала лишний раз. Конечно. Да, возможно, там бы всё и закончилось, потому что специалист в этом случае была я. Я знала, чем мы работали, как мы наносили. Я могла бы врачам объяснить и там бы всё и закончилось, на самом деле. А он поехал. И мы действительно переживали, что мы сделали плохо человеку. То есть, мы его искалечили, потому что глаза – это единственный орган, блин, на лице, который может инвалидом сделать человека. Просто вот так вот тряслись руки и очень сильно мы переживали. И ты, и я, да? Ты в машине осталась же, нет? Нет, я дома осталась. Ну, я с детьми дома осталась. Ты поехал в больницу. С дитём. Что ты там увидел? С одним дитём. Один? В 2013 год. Да? Я не помню, когда мы дети родились. Что ты там увидел? Да, я приезжаю в больницу, это была Краевая больница, отделение… Офтальмологическое. Офтальмологическое. Я захожу, мы там познакомились с этим мужем или не познакомились. Вроде, он на серьёзных щах, у него там ночь была бессонная. Но я думаю, что реально так и было, скорее всего. Нас проводят к этой женщине, которая лежит у неё вот два таких круга ватных дисков, вот так залеплены пластырем, а вокруг всё красное. Вот так красное. Как будто… Кожа. Кожа, да. Кожа вокруг такая. У меня просто челюсть отваливается. Меня начинает реально трусить. Паника. Потому что я понимаю, что это ахтунг. И это мы сделали человеку. Это просто ужас. Это не обсуждалось, да? Они такие, это вы сделали. Да. Тут приходят врачи и говорят, а это вы, мы тут глаза спасаем. А ну-ка. Я захожу к ним, говорю, а что случилось? Что? Он говорит, так нет, вы мне расскажите. Там женщина, главврач. Что вы… Блять. Главврач говорит, что вы туда капали? Что вы ей налили? Мы говорим, ну вот смотрите, вот я притащил эти тюбики. Вот смотрите, лидокаин. Вот здесь адреналин. Здесь там еще что-то. Она говорит, не может от такого быть. Что вы ей налили? У нее щелочной или кислотный ожог? Я говорю, да мой, ну вот все, что есть. Ему ничего не лили. Я пересрался. Я думаю, пигменты попали. Я же не специалист. Короче, врачи считали нас реально убийцами. Они говорят, да таким как вы вообще работать нельзя разрешать. Вас нужно закрывать. Ну и в итоге заканчивается это тем, что я выхожу. У меня просто жопа в голове. Это обморок, это катастрофа. У меня уже тюремный срок перед глазами. Думаю, все. А муж тем временем нагнетает, говорит, ну вот, посмотрим то, что, как она выйдет. В итоге проходит два или три дня. Лена подхватит, сейчас расскажет, что было дальше на шоу. Я приезжаю, рассказываю ей. Естественно, ее реакция была совершенно другой. Я фотографии тебе показал, кстати. Ее? Да. Ну, во-первых, я сразу сказала, у нас доказательства есть, что она ушла с белой кожи. То есть, у нее никакого раздражения не было. Во-вторых, я знала, чем я работала. И я, конечно, уже пока он там ездил, я уже там задавала всем своим знакомым мастерам вопросы. Что там, как это вообще возможно. Я написала на форуме, написала на этом дебильном форуме с этими дебильными советчиками. Что они сделали? Конечно, они начали срать. Они начали говорить. Зачем? Вот ты сама виновата. Короче, там помощи не дождешься. Там галки вот эти сидят, которые только делают. Ладно. Я просто перечислила, чем мы действительно работали и спросила там, может советы дадут. Ну и все, тишина. И, ну вот, пара дней у нас проходила в том, что мы выясняли, как, что вообще там. Я собралась, я собрала все вот эти вот препараты, которые, а в это время муж названивал и нагнетал. То есть, он начал сразу там на следующий день говорить, вы должны там нам оплатить лечение, вы должны моральную компенсацию нам, вы должны там на руках нас носить. А если она слепнет, то вообще труба, вы все сядете. И мы на самом деле собирались им платить. Потому что, ну вот я искренне, я всегда думаю, что я чего-то не знаю. То есть, а может быть, эти препараты вот так могут себя повести, которыми я работала. А может быть, это пигменты, а может быть, там что-то еще. И мы, чтобы помочь, мы там собирались платить, действительно. Но я еще и хотела знать, потому что мы должны были продолжать работать. Я собралась, взяла все препараты, которыми мы работали. Просто купила в микрохирургии глаза консультацию врача. Причем я купила врача, ну как бы я записалась на прием к врачу, у которого я сама делала операцию несколько лет назад по коррекции зрения. Она зав. отделением была. Очень, очень женщина классная, которая мне понравилась еще тогда. И я сразу вспомнила, ну а у кого? У меня нет знакомых врачей. Поехала просто к ней. Я все вывалила. Причем там микрохирургия глаза, если вы знаете, устроена таким образом, что там такие бесконечные общие кабинеты. То есть, я захожу в кабинет, сидит она, а рядом несколько аппаратов, за которыми работают туда-сюда ходят пациенты, другие врачи. Я все это рассказываю и скапливается вокруг нас люди. А меня трусит, у меня ком в горле. Я хочу плакать, но нельзя плакать, потому что, ну как бы надо же все рассказать. Я все рассказала, ей все вывалила. Она смотрела состав, она тоже говорит, ну здесь нету ничего, что могло бы привести к такой реакции. Да, врачи там, врачи говорят, что вы мне рассказываете. То, что у вас здесь, мы блокаду этим делаем. Это лидокаин, мы вот так струйно льем его. Это невозможно, чтобы он вызвал такую реакцию. И она мне говорит, ну подожди-ка, сейчас я позвоню, узнаю. Они же все друг друга знают. Она берет трубку, набирает в зав. отделение, как раз того, который на нее наезжал. В это время муж говорит, да, она еще в больнице. Она еще неизвестна. Последние новости. Последние новости. Мы общаемся с ним в WhatsApp. Или в смс, он пишет, что еще все плохо, еще неизвестно, хороших новостей нет. Я потею. Она в это время в больнице. А он даже не знал, кстати. Это была моя чистая инициатива. Я поехала отчаянно искать правды. Вот. И она такая берет, набирает и говорит там, а вот у тебя там лежит Соловьева Ольга. Ольга. Не Оксана, Ольга. Он говорит, она у тебя ли поступила вот там такого-то числа с ожогом там роговицы и что такое. Она говорит, да. И выписали два дня назад. Она ночь провела. Мы ей промыли, ее выписали. И это она мне при мне просто. Я такая, у меня вот так волосики встали и просто думаю, вот мразота. Вот сволочи вообще. А мы уже встречались даже с адвокатом с ними. Ты помнишь? Ну, я расскажу сейчас про адвоката. Да. И вот я просто вот так выдохнула. А она мне, она там еще уточнила. Она говорит, да, они поступили. У нее был, там есть стадия ожога. Я сейчас навру. Ну, допустим, до четвертой. Да, четвертой это когда отслаивается и выпадает глазное яблоко, а у нее был первый, когда вот просто там какое-то раздражение. Ее промыли, промыли, наложили повязку. Она ночью, это ночью было. Провела, ее выпустили. И они предположили, что она что-то ночью себе налила в глаз. То есть она приехала домой, возможно, какой-то дискомфорт. Она себе там чем-то начала промывать и какую-то хрень налила. Потому что реакция действительно была и она не была вызвана препаратами нашими, которыми мы работали. То есть… Более того, мы сделали за всю историю студии, но более полумиллиона процедур. И вы поймите, если бы какие-то… Более того, мы обосрались и сказали, веком нет. Да, мы в течение… В течение полугода, пока мы ковыряли. В течение года даже. Да, мы не делали веки, потому что мы боялись причинить людям вред и ответственности, естественно. Поэтому сейчас мы можем сказать, что мы сделали огромное количество процедур и наши препараты не виноваты. Но Лена расскажет басню, которая, возможно, это все объяснит. Как оно было, на самом деле, мы не знаем. Но мы думаем, что, скорее всего, было так. Расскажи. Тут же, сидя еще у врача, сгребая свои вот эти препараты, которые я принесла ей показать, ну, мы с ней продолжаем разговаривать. Время-то я купила. И она мне… Она меня, во-первых, успокоила, что там все нормально, абсолютно, это аферисты. А во-вторых, она мне рассказала, что ситуации с пациентами, а через них там проходит просто там миллионы в год, мне кажется. Потому что поток микрохирургии – это нереальное количество людей. Случаев было много разных. И самый там ужасный, который она вспомнила, это когда после операции всегда капают много капель антибиотиков, противовоспалительных в глаза. И одна из пациенток закапала себе глаза клеем вообще. Это просто жесть. Ну, и такое бывает. То есть я вывод для себя сделала, что она действительно… Не, подожди секунду. Мне тоже делали операцию на зрение, и в этот момент ты просто слепой. И что происходит с людьми, когда они… Ты постоянно хочешь облегчить эту боль, потому что у тебя как-будто песка в глаза насыпали. Соответственно, ты приехал домой, у тебя зрение как-будто ты под водой подмутной, ты берешь первый попавшийся пузырек, капаешь, а это суперклей, вот это произошло с этой женщиной. Представьте себе закапать суперклеем в глаза. Я не знаю, там с последней зрения или нет, я вообще не знаю. Но смысл в том, что если бы то же самое произошло и был бы вариант обвинить клинику в том, что ей испортили глаза, они бы сто процентов этим воспользовались. Что произошло с этой пациенткой, с этой Ольгой, на самом деле несчастным человеком однозначно, такого мужа иметь у блюдошного, который купил в Беглеоне и подарил ей. И тут же захотел воспользоваться и выбить денег, я не знаю, но я думаю, что он действительно не знал и он думал искренне, что мы виноваты в том, что… Она ему не признала. Она ему, я думаю, не признала, что она закапала. Но это наши догадки. Это наши догадки. Итак, надо помнить о том, что клиенты реально так могут сделать. Вот мы встречаемся с адвокатом, уже прошла неделя, условно неделя. Не-не-не. Знаешь, в чём прикол? Этот человек, хотел сказать, он был, скорее всего, зареган на том же форуме, где я писала свою историю. И там, короче, форум – такая фигня, на которой нельзя удалить ничего. То есть, если ты написал это сообщение, ты удалить не можешь. И оно осталось висеть там, и под ним писали много-много. И в том числе и я, испытав вот такое колоссальное облегчение, я пришла и написала, народ, да это просто развод, они аферисты вообще. Я объяснила всю ситуацию, я писала, как бы всё, тема закрыта, мне больше ваши советы не нужны, дебильные. Вот. А он это прочитал, я вывод сделала такой, потому что он тут же позвонил и тебе, да, а до этого уже встреча с адвокатом была. И он вот так вот приходил с ней, она была с заклеенными глазами, вот так вот пришла, как будто слепая просто. Помнишь, ты ещё был под впечатлением? То есть, ну, мы действительно встречались с нашим юристом и с ними для того, чтобы выяснить детали передачи денег им. Помнишь? Давайте ещё раз. Вот я считаю, что любой худой мир, он лучше хорошей войны. Поэтому, если есть возможность решить проблему, лучше её решать. И с этим человеком мы встретились, я думаю, ну, мы компенсируем расходы на лечение. Ну, там, в пределах пятидесяти тысяч рублей мы готовы были действительно что-то компенсировать, особенно с условием того, что мы узнали. Они приходят, она вот с этим, с тросточкой, да, слепого, как лиса Алиса, с заклеенными глазами, он в одежде праведного мужа, который всем отомстит, он говорит, нет, мы хотим двести или двести пятьдесят. Да, ну, это много было тогда, для нас прям очень. Так, я говорю, так, двести, двести пятьдесят, не совсем. А у меня юрист офигел от такой наглости. И он говорит, нет, до свидания, мы ничего не дадим. Я говорю, ну, ты что, может, обсудим, да, пошли они вон, они аферюги. Всё, это мнение моего юриста, они мошенники, что с ними связываться. Я не думаю, что они мошенники, я думаю, что просто решили воспользоваться случаем, тем более люди не очень далёкие, которые покупают татуаж через Беглеон. Ну, и тут же, вот, параллельно я выясняю, что они действительно брехуны и пишу на форуме, потому что я, по-моему, сидя в такси это написала, то есть, это как вот так, синхронно, потому что он там рыскал, я рыскала, мы пытались эту проблему решить, мы вообще перестали работать и думали только об этом. И он сразу, значит, он тебе позвонил, по-моему, и что-то там наорал или что-то такое, помнишь, не мне, потому что вы с ним общались. Я этого уже не помню, ещё раз, прошло 8 лет или 9. Он понял просто, что ничего не струсить с нас и всё, что он послан был нахер сразу вообще и без поворотов. Следующий шаг, следующий шаг, проходит какое-то время, мы вроде уже подуспокоились, он начинает, а, он приходит звонят мне, здравствуйте, я у вас, а пришёл человек сюда. А, это без меня было. Да, и это было, кстати, когда мы были в… Отдыхали? Отдыхали в Таиланде. Мы в Таиланде, отдыхаем, приходит звонок, здравствуйте, старший оперуполномоченный следственного комитета, такое-то, такое-то, я у вас в салоне, а мы в Таиланде. Бух, следственное комитет, салон, о боже, страх сразу, ужас реально на крыльях ночи. У меня было ИП на тот момент, индивидуальный предприниматель был. Трындец, мы кое-как досиживаем в этом Таиланде, возвращаемся обратно. Нас как бы вызвали, да, или что? Нет, не вызвали, он ничего там такого вызвал, но отдых был испорчен 100%, мы просто пересрались, я помню, ты сидишь и думаешь, ну всё. В этот же момент, когда мы были в Таиланде, и вот эта вот фигня происходила со следственным комитетом, пришла весть о том, что татуаж, это теперь медицинская услуга. Не в этот же момент, не в этот же момент. Я помню, что мы были в Таиланде. Нет, нет. Ещё раз, пришёл, в Таиланде был, позвонил полицейский, я приезжаю в следственный комитет, начинаю с ними общаться, ну нормальные ребята, всё, в общем, я рассказываю, как было, показываю, говорю, смотрите, вот это, вот это, вот это, вот результаты, мы то делали, то делали. Сейчас, отыгрывая назад, я понимаю, что чувак в следственном комитете их просто задрали, ну их жалобами постоянными, просто у них работы вот столько. И он понимал, что взять с меня, ну ничего не возьмёшь. Но он начал там припугивать меня, да вот, мы там сейчас тебя, а это медицинская услуга, а вы оказывали без лицензии. Я говорю, как медицинская услуга? Оказывается, в ноябре прошлого года было принято постановление правительства о том, что это медицинская услуга, мы не знали об этом. И он говорит, и мы сейчас вас подтянем за оказание услуг населению некачественных, которые привлекли к травме, да, к повреждениям, к лёгким повреждениям, ну это уголовное дело, это срок, понятно, что, наверное, условный, а я уже там… Окей, да ты посидел во второй раз. Короче, в итоге мы дали ему все сертификаты, всё, что у нас было. Мы реально шли навстречу, а он видел, что… я второй раз туда приезжал тоже, видел, что ну простак, то есть он не врет, я не злоумышленник, не врун. И в итоге решение о возбуждении уголовного дела так не было принято, уголовное дело не было возбуждено или было возбуждено, но закрыто потом. В итоге у неё даже травм нет у этой… Конечно. Со соколой. Они не могли даже дать документы, в которых написано, что у неё там повреждения такие, которые считаются какими-то серьёзными, то есть она обратилась в больницу, ничего не зафиксировали, всё. Короче, у этого чувака, у её мужа остался гештальт, и он начал везде срать, если вы откроете прямо сейчас любой поисковик и вобьёте Елены Нечаевой, я думаю, что да, Елены Нечаевой татуаж отзывы, вы увидите как раз таки от этой Ольги или от её мужа вот такие полотнища о том, как мы сжигаем просто пачками людям глаза. На каких-то бэби-форумах они висели, ещё где-то. Ну, он срал везде, где он мог достать, регистрировался с разных аккаунтов, постоянно, у него был гештальт, но у него была возможность 200 тысяч заработать, а ему не дали. А мы тут же обращались, помнишь, мы обращались тут же в контакте, говорили, что это, и группу эту удаляли. Помнишь, он создавал группу без конца. Дата создания группы 31 января, короче, декабря, 31 декабря, там, что-то 11 с чем-то, то есть, он повернулся вообще на том, чтобы нам насрать, мы такие, нихрена себе. Реально, он создавал группы и отправлял приглашение в эти группы нашим клиентам, которые были подписаны на наше сообщество в контакте. Ну, просто клиника, чувак абсолютно долбанутый, у него не хватило, если он так был уверен в своих силах, пришел бы выяснять отношения, ну, не знаю, со мной, отомстил бы за поруганную честь своей жены, а он все еще надеялся срубить бабла, мне так кажется. Ну, да, наверное, чтобы мы заплатили, чтобы он… Короче, это такой большой жирный кусок, мы сейчас выдали своей детской травмы, нашей бизнес-травмы, но это был момент, когда в бизнесе у нас было страшнее всего. Страшнее, чем тогда, не было никогда, потому что тогда была уголовная ответственность, грозила, и мы могли реально не мы, а я, как ИП Нечаев, у меня, собственно, ИП Нечаев был, я мог реально присесть. Но, после этого сразу же я понял, что мы, а, не делаем веки, и, б, мы открываем ООО, и с открытием ООО тоже интересная история. Но мы открываем ООО почему? Потому что медлицензия. Потому что медлицензия нужна, а физлицо получить медлицензию может только если он врач, и на него никто не работает. Но мы не врачи, мы открываем ООО. Нам нужно зарегистрировать ООО, и нам предстоит решить проблему, как назваться, как назваться, как назваться. Думаю, ну что-то там, что-то нужно такое, художники и медики, медики и художники. В итоге мы назвали как? Медграф. Медграф. Я думал, что название ООО на что-то влияет, оно вообще А мучился реально долго. Реально долго думали. Более того, если вы откроете юридическое лицо, например, медграф СПБ, вы увидите, кто там учредитель. Оно сейчас закрыто, но как бы оно было открыто. Или медграф Краснодар, вот так оно называется. Медграф Москва там учредитель, а, медграф Москва вы можете открыть и посмотреть тоже, кто там учредитель. К этому мы вернемся к нашей поруганной чести и обманувших нас партнеров в 2016 году. Еще раз подписывайтесь, в 2018 году подписывайтесь на канал, ставьте лайк, все, вы знаете, что делать. А мы идем дальше. Итак, мы открыли юридическое лицо и теперь мы были, в общем-то, как ограничены ответственностью. Но получение медлицензии – это тоже отдельная тема, и я про нее прямо сейчас готов рассказать. Как получается медлицинская лицензия? Приехали люди, которые привезли своего специалиста из Росздравнадзора, они там сказали, ага, высота потолков. Мы получали лицензию на вот это помещение, в котором мы сейчас. Здесь такой конек и в коньке 4 метра, а вот здесь, где я, ну, может быть, метра 2-2-10, и у нас по лицензии не проходило даже это помещение. Она говорит, ну ладно, мы померяем там, вот там такая-то высота. В общем, наняли на это время какого-то главного врача, который главный врач, именно на момент получения медицинской лицензии, она бессрочная. Он оставался в нашей компании ровно на момент, когда мы получили. Получили, главного врача не стало. Но вообще получение медицинской лицензии – это маразм страшнейший. Мы об этом сняли очень длинное видео, оно есть на канале, и вы можете посмотреть его вот здесь. Соответственно, если бы вкратце, то с лицензией или без лицензии вас контролирующие органы победят, если захотят. Но, в общем, необязательно ее делать сейчас, у нас она есть. И эта лицензия чисто липа, абсолютная. Но мы тогда настолько были пересравшиеся после этого ожога, что мы сказали, блин, ну раз медлицензия, значит, у нас должны работать только медики. Но, вообще-то, они должны, да, по правилам? Нет, по медлицензии, если у тебя есть медлицензия, должны работать медики. Если ты как бытовая услуга у тебя, то не должны. Еще раз я заговорю, посмотрите это видео, здесь много всяких проблем разжеванных, связанных с медицинской лицензией. Итак, у нас только медики, тем временем, на оставшемся рынке работают только художники. Да. И мы просто охерели. Из этого первого набора кто был? Началась жопа для меня, потому что я их учила. А это еще, кстати, подожди, какой это год был, это следующий год был, когда пришла, кто у нас первая медсестра была? Соня Карелиди, да? Да. А вторая? Их там был бесконечный поток, они просто уходили, приходили, потому что не могли. Вот ты помнишь, там были эти все Вишневские дубовики, там Размановы, они все были из того потока, они очень долго учились, но кроме них было еще очень много людей, я их даже уже в лицо не помню, потому что это были треш-отделы страшные. После получения медицинской лицензии, когда мы поняли, что нам нужно, чтобы у нас работали только медики, мы стали искать врачей в первое время. Потом мы поняли, что врачи приходят такие. Я шесть лет училась в университете, еще два года там где-то в интернатуре троливались, чтобы бровки рисовать. Нет. И у нас из врачей никто не оставался, они ковырялись. То есть, это был период, когда через нас прошло нереальное количество людей. Потому что, во-первых, чтобы найти медика, который хотя бы подумал о том, что он может быть мастером по татуажу, художником по татуажу, это было сложно. Я не знаю, у нас HR просто умирал, разрывался, собеседования были массовыми. То есть, про них он расскажет, кстати, вам сам, потому что это его фишечка. И там реально по 60 человек сидело на собеседовании, и все они в конце уходили. Один, может быть, оставался, коллега, и тот оказывался в итоге каким-нибудь дубовиком или пунько, потому что я там, дальше они приходили ко мне, во-первых, это люди со средним образованием, и там уже, как бы, они не хватают звезд с неба, а во-вторых, они никогда не рисовали. То есть, мы искали тех, кто хоть чуть-чуть какие-то данные имел, и потом начиналось обучение, я просто умирала от сложности работы с ними. Сейчас некоторые из них, они там сами учат, и говорят, я сама всё, сама учили, дерьмово вообще не учили, меня просто сразу посадили работать на клиенте, короче. Я когда слушаю, я, конечно, тоже на них там посматриваю периодически, у меня есть левые аккаунты, мне любопытно, и когда я это слушаю, думаю, где же боженька, до какого хера её тут же там в темечко не стукнет, никакая молния. Короче, чтобы вот эта вот курица, не побоюсь, не самая умная баба на свете, которая там всю жизнь работала каким-то лаборантом или в жопу уколы делала, не читала книжек, не рисовала, и она сама научилась, понимаете. Думаю, да что у тебя там язык-то не отсох. Это было самое ужасное время в моей жизни по обучению мастеров. То есть, ну, потом у меня, когда пошли коммерческие ученики, которые никогда в жизни карандаша не держали, я хотя бы там была им заранее благодарна и по-другому к ним относилась, потому что они мне деньги принесли. А когда вот эти вот, они, во-первых, хотели зарплату, сразу большую. То есть, они получали стипендию, они минимальную какую-то зарплату в виде там 20 или 30 тысяч получали, они каждый день учились. Они учились много и тяжело, потому что они не умели рисовать. Потом они очень много работали на дешёвых моделях, там не знаю, по 500 рублей эти модели были, они вот там сидели, по 8 процедур в день делали, не сами, всегда был учитель, или я, или ещё кто-то. Дело в том, что эти мастера, они учились очень тяжело. То есть, примерно, я вот для себя такую планку, отсечку поставила. Где-то на седьмой месяц, по 7 где-то примерно человек в день делал мастер, и где-то на седьмой месяц у него начинали выходить работы, за которые сейчас я бы уволила. Потому что сейчас мы уже долго работаем с художником. Вот вы должны понять просто, сколько людей они испортили. Это люди-модели, они за 500 рублей, за 1000 рублей приходили, они знали, что они модели. Когда там говорят, что это был клиент, он платил как клиент, это всё пиздёж. Потому что большому, допустим, тут стояло 4 кушетки, работало 4 мастера, у них в день было по 7 процедур, и такое количество людей найти дорогих клиентов, которые вот в таком хлеву условном, то есть получали бы процедуру и платили бы по 6, 8, 10 тысяч, это невозможно, ну вы сами понимаете, это брехня. И вот на седьмой-восьмой месяц они начинали делать процедуры, мне было за них ужасно стыдно, но они были просто не вот такие, вот знаете, как они в самом начале делали, они делали все, надо будет архивы разгрести и найти их. Давайте я расскажу немного про проблему с точки зрения найма. Наверное, девочки, которые сейчас работают сами, это и Пунько, и Дубовик, и Куцеволова та же самая, они, и Разманова, они с этой проблемой сталкиваются, потому что их история и жизнь бьёт по тому же месту, что и нас. Получается, что когда они только-только пришли после училища, это медицинское училище, во-первых, это среднее образование, однозначно, конечно, люди интеллектуально они, ну, ну, короче, они тупые зачастую, хотя у нас был фильтр и на тупость тоже. Да, да, да. Он один из основных. Да. Я расскажу о нём потом, но тем не менее, они этот фильтр прошли, но это вовсе не означает, что они очень проактивные, они молодцы, они любят меняться, пожалуйста. Хочу заметить, я нашла переписку с Куцеволова, я же рою там. Смотрите, ой, кто-то исправил свою оплошность, и здесь ничего нет, грохнула всю переписку. Хорошо, что я сделала скрины и запись экрана. И там было написано, что ростовский наш партнёр не прошла наши вопросы, она не ответила, то есть мы тогда их ещё не задавали, первые потоки, тупые вопросы мы не задавали. Мы с ними, конечно, общались, но тупые вопросы не задавали, потому что ростов мы открывали после набора вот 10 медсестёр. Чуть-чуть позже. Может быть, но Кулько пришла осенью 2014-го, наверное. Ну да, она позже пришла. Просто чтобы ты помнил. Я к тому, что эти девочки, которые только-только попали к нам, у них были завышенные ожидания от жизни, они хотели всего и сразу, они хотели не работать, но при этом, чтобы много зарабатывать, а их, извините, головой в навоз. Бах! Да ты что? Ты плохо работаешь, ты плохо делаешь. Сейчас у вас, если вы откроете расписание любого конгресса, но с вероятностью 90% один бывший сотрудник наш, он там работает, который всего добился сам, конечно же, и не школа, и вот так вот его не учили. Но, тем не менее, на тот момент мы сталкивались с колоссальным сопротивлением именно неопытности, неумности, и бесталантливости тех людей, с которыми мы работаем, но мы были очень напуганы тем прессом, который был со стороны Следственного комитета и тем риском, который мы могли получить, связанный с уголовным преследованием. Тем более, за нами уже был грешок, ну, условно, как мы думали. Короче, мы сильно перестраховывались, и поэтому у нас была имидлицензия, более того, я покажу видео. В этом видео мы одели людям колпаки. То есть, мы только-только получили лицензию, и Лена работала в медицинской одежде с колпаком. Мы пытались, короче, по максималочке соответствовать требованиям государства вот к организации такого вот вида деятельности, как наш, как татуаж. И у нас работали, наверное, на 98% медики везде. И, там, я была последняя из магикан, кто не медик, и, там, Куцеволова. Нет, Куцеволова. Ты помнишь? Да, Куцеволова купила диплом медика. Она купила, там, в интернете нашла, и купила липовый диплом за сколько-то там, не знаю, тысячи, и она якобы училась где-то там в Туле или в Воронеже в какой-то херне. И они действительно прислали диплом в твердом переплете, там, все прям по-настоящему. И там была опция, я помню, вот просто вот когда вот такая корочка, а еще была опция в два раза больше заплатить, потому что она мне это все показывала, когда они вносили по-настоящему его в базу, там были работы, то есть, если там что-то случится и придут проверка в учебное заведение, там будет все вообще. Потом примерно в это время Соловьев выпустил свою вот эту херню, помнишь? Странные цифры. То ли граждане масса варинулись получать второе высшее, то ли часть студентов попадает в вузы, вообще минуя школу. Прямиком из подворотен, с гор, с пальм, нынче это не мудрено. Если честно, мы планировали запихнуть всю эту информацию в одну серию большую про 2013 год. Сейчас мы смотрим наш план, у меня вот здесь в телефоне он есть, и я понимаю, что мы вообще не успеваем. Поэтому, наверное, серии 2013, он как очень насыщенный будет разбить на два. И обязательно, если вам это интересно, подпишитесь на канал и напишите, скучно вам было вообще, динамика страдает, не страдает, нравится, не нравится, продолжаем, не продолжаем. Нам обратная связь от вас очень важна. Что вас ждет в следующей серии 2013 года? Мы успели открыть неудачную франшизу в Екатеринбурге. Мы расскажем, как это прошло. Лена съездила на мастер-класс в Ростове по губам, где люди инъекционно делали уколы, и она присылала мне фотографию, когда у человека, у клиента вот такие губы. У меня было иногда ощущение, что у меня талант выбирать мастер-классы, которые мне говорят, как не надо. И вообще, что там ты делаешь на этих мастер-классах? Мы расскажем, как мы ввели ученический договор в попытке удержать мастеров. Расскажем о том, как Козлова – это мастер, кстати, в Москве, которая работает, сейчас может не работать, Леон Тату, Екатерина, и Куцеволова вместе с Леной обучались. То есть, она взяла Куцеволову и поехала открывать Москву. Мы поехали покорять Москву в декабре 2013 года. Ну, в принципе, вот этот 2013 год и весь. Кошмар, да? Насыщенный получился. И давайте резюме. Что было неправильно в этом году и что бы мы могли изменить? Ой, я бы не брала медиков. Ни разу в жизни, ни секунды я бы не работала. Наверное, надо было бы расковырять больше вот этой информации про медлицензии и так далее и продолжать делать красиво с художниками. Я больше бы уделила внимание вот анестезии и излишняя забота о клиентах, она мне вышла боком. То есть, это был такой стресс, что я бы его была рада избежать. Давайте я расскажу. В моем у меня вывод следующий, что индивидуальный предприниматель, как это ни странно, он может отвечать своим имуществом и может сесть в тюрьму, даже если его сотрудники это сделали, а не он. Поэтому в тот момент я решил, что ООО – это хороший выход. И это действительно так, потому что это защищает относительно. Учредители более защищены. Вторая ошибка, которую я допустил – это мы никогда не платили взятки. Вот я сейчас смотрю назад и понимаю, что, наверное, проще было бы заплатить взятку какому-нибудь проверяющему или кому-нибудь, кто пришел с проверкой из Роспотребнадзора или из прокуратуры и остаться с художниками. Мы бы гораздо больше заработали и гораздо меньше потеряли и меньше геморроя получили бы с теми людьми, которые у нас сейчас есть. То есть мы, чтобы вы поняли, после медиков мы разгребали весь этот негатив еще в течение года. Приходили трешаки, мы бесплатно… Это же несколько лет длилось. Это были имиджевые риски, которые мы несли долго, несколько лет, потому что они работали и учились долго, плохо, большой поток шел вот этих клиентов, которые все говорили, уничаивая я делала, они не говорили, что они были модели. И они вообще все говорили, что у меня лично, блин, делали все эти модели. Короче, мы в итоге несколько лет, а у нас по правилам студии мы бесплатно исправляем, корректируем, удаляем людям, которые делали у нас процедуру. И я вообще, кстати, думал очень… Ты забыл. У нас был еще случай в Ростове, после которого мы начали бесплатно. Я расскажу об этом, да. Да? В 2013 году. Нет. Да. Да нет. Чего? Да блять. Что серьезно? В 2013 это херня было? В 2013 году это было. А, она была почти сразу, потому что мы открыли Ростов, и там вот это случилось сразу. Да. Ужас, да? Какой насыщенный год. Вот жили раньше люди, не то, что сейчас. В общем, для меня, наверное, я бы больше был бы, я бы платил взятки. Как это ни странно. Это человек, который ни разу в жизни не заплатил взятку, посылает нахер всех гаишников, говорит, заполняй ты свой протокол уже, чего ты ждешь, если нарушил. А если нет, то пошел нахер, я поехал по своим делам. И вот сейчас, наверное, я согласна. Это облегчило бы нам сильно жизнь. Как это ни странно, но в таком государстве мы живем. Я уверен, что мы были охуенно интересны в этой серии. И если вам понравилось, и вы не поставили лайк, вы предатели. Знаете, что? Если вы не поставите лайк, мы не снимем вам следующую серию. Вот именно вам. Все, давайте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok